Ученик 7 класса школы номер 17, которого ударило током во время селфи на крыше поезда, находится в крайне тяжелом состоянии в ожоговом отделении 10-й больницы. Мальчик получил около 40% ожогов тела и верхних дыхательных путей. Сейчас врачи не берутся делать какие-либо прогнозы. Наиболее неблагоприятное поражение – это поражение верхних дыхательных путей. То есть в сочетании с поражением 40% поверхности тела – это очень тяжелое состояние. Ребенок, считайте, вторые сутки находится уже в состоянии шока. Это крайне тяжелое состояние. В профильном департаменте говорят, что всем необходимым ребенок обеспечен. Сбор средств – исключительно инициатива волонтеров. Сама мать за помощью не обращалась. После инцидента в школах города планируют провести разъяснительные беседы. Сейчас в школах пройдут повторные разъяснительные беседы. Кроме того, мы вчера связывались с волонтерами, которые готовы нам предоставить специально разработанные плакаты для учебных учреждений. Посмотрим на них и совместно разместим еще и такую полиграфическую продукцию в наших учебных учреждениях для детей и для родителей. Напомню, что несколько дней назад 14-летний парень на железнодорожной станции Одесса-Восточная забрался на крышу вагона, чтобы сделать селфи и получил удар током. Отмечу, что в мае прошлого года здесь же погиб 19-летний юноша, который залез на крышу железнодорожного состава для того, чтобы сфотографироваться. Продолжение следует...